Сенегория В субботу прыгали женщины. Признанные лидеры прыжков с трамплина – японки. Их лучшая прыгунья – Сара Токанаши, которая недавно стала победительницей на общем зачете Кубка мира. Надежда российской сборной – Ирина Аввакумова. Ее первый прыжок стал одним из лучших на Гран-при – 93 метра. Зато второй оказался не таким удачным. Ирина говорит, причиной стала травма колена. Ну, вторым прыжком совсем недовольна. А что не получилось? Ну, сегодня рассчитываю точно больше. Итог. На пьедестал взошли Токанаши, француженка Калин Мотель и немка Катарина Альтхаус. Ирина Аввакумова стала лишь седьмой. Также десятое место осталось за Софией Тихоновой. Мужчины прыгали вечером в субботу и в воскресенье. На субботнем этапе призовые места разделили Андерс Бордали из Норвегии, его соотечественник Том Хильде и чех Якуб Янда. Из россиян лучших результатов первый день достиг Ильмир Хазадинов. Он занял одиннадцатую строчку. Болельщики поддерживали нашу команду до последнего громовыми раскатами и барабанной дробью. У нас есть, как вы видите, барабаны, которые очень громко стучат. Когда бывает, они вместе одновременно начинают бить. И это звучит очень так мощно, так массивно. И мне кажется, в такие, ну, когда вот люди стоят там, готовясь к прыжку, такие моменты, прям слышишь поддержку. И мне кажется, что тут такой вот просыпаться на три, хочется прям вот победить сразу. Итоги второго дня оказались более удачными. Сперва лыжники совершили тренировочные прыжки. После серии из трех тренировочных прыжков оказалось, что в первой пятерке будут прыгать только россияне. Антон Калиниченко, Александр Шувалов, Роман Трофимов, Александр Савадыко и Илья Росляков. Тем не менее, закрепиться на достигнутых результатах после серии квалификационных прыжков российским лыжникам не удалось. Лучший шестой результат показал Денис Корнилов, прыгнув на 129 метров и заработав 126,2 очка. Фавориты сразу же вышли Якуб Янда из Чехии, Кршиштоф Бегун из Польши, Ерней Дамьян из Словении, норвежец Андерс Бардаль и японец Рерухи Шемицу. В десятку также вошел Михаил Максимочкин. Он занял девятую позицию. Я думаю, Корнилов за тройку точно должен побороться, он привыкнет к этому трамплину. Прыгнули неплохо, но, мне кажется, техника немножко подвела. Ребятам постараться, они его смогут. Ребята талантливые и вытянут, вытянут. Я думаю, что Корнилов однозначно будет в тройке. Ну, норвежцы появятся однозначно. Но для определения тройки лучших этот расклад оказался решающим. Победителем гран-при в Нижнем Тагиле стал Чех Якуб Янда. На втором месте словенец Ерней Дамьян. Третье место поделили поляк Аршиштоф Бигун и норвежец Андерс Бордаль. Они заработали по 128,3 очка. Денис Корнилов улучшил свою позицию на одну и занял пятое место. Ну, очень порадовали прыжки сегодня в техническом исполнении. Единственное, что досадное приземление первого прыжка, которое отняло как минимум 6 очков. Ну, если посмотреть на результаты как раз этих 6 очков, вполне бы хватило до подиума. Следующий этап гран-при будет проходить в Казахстане в Алма-Ате с 20 по 29 сентября. Алексей Ежанин, Михаил Крюков, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости спорта на Тагил-ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Новости понедельника и выходных в эфире Тагил-ТВ в студии Никиты Трубчининов. Здравствуйте. Для начала коротко о главных темах выпуска. Ремонт дорог на этот год должен завершиться в ближайшие дни. Все ли объекты сдадут вовремя? Вместо четвертей триместры в двух школах города перешли на новый учебный график. Кто его предложил и нравится ли он педагогам и ученикам? Наш город в эти выходные стал хозяином летнего гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Это одно из самых престижных соревнований среди летающих лыжников, кому досталось золото. Более миллиона квадратных метров асфальта было уложено на дороги города за этот год. Ремонт городских улиц должен завершиться в ближайшие дни. Все остальные объекты оставят до весны. Сегодня готовое дорожное полотно принимали представители заказчика и общественности. Всем ли остались довольны? Алексей Алексеев с подробностями. Движение по улице Дружинина было открыто еще месяц назад. Принимать объект стало возможным, когда завершились работы по благоустройству. Один из главных его элементов – ливневая канализация. На этой улице, согласно документам, не значилась ливневая канализация. В конце концов, нашли здесь 26 люков, лючков ливневой канализации. То есть, практически на сегодняшний день ливневая канализация на этой улице появилась. Генеральный подрядчик на этом объекте – Тагилавтодор. Ремонт проводила ООО УДСК. Главная сложность, по словам субподрядчика, предельно сжатые сроки, отведенные на выполнение работы. Все, что от нас требовали, мы делаем. И взаимопонимание со службой заказчика, с городом, с генподрядчиком мы находим. И все в процессе решаемо. Как бы замена, как таковых, нет. Как всегда, строги при вынесении оценки представители общественности. О качестве проведенного ремонта, по их мнению, пока судить рано. Для окончательного вывода нужно дождаться весны. Есть вопросы к подрядчикам по мелочам. Это установка бордюров, бетонирование швов, примыкание, стыки. То есть практически на всех объектах есть. Это мелочи, но из них и складывается красивая и удобная дорога. Комиссия приняла улицы Дружинина и Тагилстроевская, дав время подрядчикам на устранение замечаний. Объем проделанной в этом году работы беспрецедентный. Достаточно сказать, что было уложено более миллиона квадратных метров асфальта. В этом году мы более ста улиц задействовали. С учетом отсыпки, ремонтов и так далее, более ста улиц задействовали в ремонте. А всего у нас вместе с присоединенкой 531 улица. То есть практически 20% улиц мы задействовали. Завершатся ремонты в конце сентября, когда будет окончена работа на улицах Красногвардейская, Челюскинцев, Сироба, Индустриальная и Развязки на Гальянку. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин, Новости, Тагил ТВ. Во дворе на Гальянке уже опали листья, причем вместе с ветками и стволами. Около девятого дома на Черноисточинском шоссе управляющая компания вырубила 15 деревьев. Управляющая компания, уверяют ее представители, вырубила плакучие во благо жильцов. Однако жители окрестных домов медвежьи услуги отнюдь не рады. В коммунальной дилемме разбирался Алексей Южанин. Этим утром жители дома номер 9-1 на Черноисточинском шоссе проснулись от звука работающего инструмента. Выглянули в окно, оказалось, что деревья, которые они своими руками высаживали 35 лет назад, спиливают под корень. Выйдя на улицу, Александра Панникова увидела людей в спецформе с бензопилами, которые под корень срезали деревья прямо перед домом. У меня просто сразу вопрос, потому что откуда, что, почему, никто этого не знал, не предупреждал, нет ни объявлений, ничего. Теперь во дворе не хватает 15 деревьев, на их месте лишь пеньки. Сами жители считают свой двор одними из самых красивых и зеленых во всем городе. Поэтому такая расправа – удар и по имиджу двора, и по их здоровью. А для чего уничтожать живые деревья? Деревья-то ведь живые. Вот они, вы сфотографируйте, что верхние листья, вон они все, и воплакучие она такая и есть. В управляющей компании сообщили, разрешение от управления городского хозяйства у них имеется. Деревья вырубили по заявлению нескольких жильцов этого же дома. И главное, ради безопасности жителей. После проверки выяснилось, что деревья заражены лишаем, и при сильном ветре могут упасть на гуляющих людей. Проведена вырубка поврежденных, сухостойных деревьев. Деревья повреждены лишаем. С компенсационной посадкой, то есть в весенний период, мы высадим количество деревьев, которые были вырублены. Такой ответ жителей не устроил. Они написали заявление в управляющую компанию, в котором потребовали представить им бумагу, разрешающую вырубку на их территории. Ответ должен прийти через пять дней. Алексей Ежанин, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Наш город снова помогает Хабаровску. Тагильчане уже собрали и отправили около трех с половиной тонн гуманитарной помощи. Накануне Тагильское отделение Красного Креста вновь открыло пункт сбора. Жители Дальнего Востока все еще находятся в бедственном положении. Конкретно по Комсомольску на Амуре я созваниваюсь практически. У меня там живут друзья. Одно время я училась в Комсомольске на Амуре. И действительно, катастрофическое положение. Ну, как они говорят, у нас ощущение военных действий. Пострадавшим от наводнения нужны предметы личной гигиены, постельное белье, продукты питания, теплые вещи. Волонтерам требуются упаковочные материалы и машины для перевозки вещей в Екатеринбург. Гуманитарную помощь по-прежнему принимают в здании медицинского колледжа. В буддии дни с полудня и до шести вечера. В выходные с одиннадцати до трех. Тагильским полицейским вновь пришлось применить табельное оружие. Напомним, в конце июля по наряду ППС стреляли из дробовика. Ответным огнем стрелок был убит. На этот раз на курок был вынужден нажать сотрудник линейного отдела на транспорте. 13 августа полицейские задержали двух молодых людей на смычке за грабеж. Те, однако, правосудие решили избежать. Прямо у линейного отдела они напали на полицейского. Повалили на землю и начали избивать. Тот в ответ применил травматику. Бывали нападения, но они, как правило, заканчивались срывом погон, либо просто повреждением форменной одежды, либо нанесением одного удара. Ну, чтобы такое коллективное, скажем, избиение сотрудника, попытка. Точнее, такого я не помню. После выстрелов преступники сбежали. От одного из них гласит официальный пресс-релиз «Пуля отскочила». У второго застряло в мягких тканях живота. Остановить преступников удалось лишь оперативникам уголовного розыска. Один из нападавших сейчас на больничной койке. Второй ждет решения суда о заключении под стражу. В транспортной прокуратуре ведется проверка о правомерности применения оружия полицейским. Штрафы выросли, нарушения остались. За одно утро четверо нетрезвых за рулем. За другое – 28 нарушений перевозки детей. Таковы итоги очередных рейдов, устроенных госавтоинспекторами. Можно сказать, что несколько уменьшилось количество выявленных правонарушений. Тем не менее, подобные правонарушения все-таки продолжают иметь место, несмотря на значительное ужесточение мер административного воздействия. Рейды прошли на центральных улицах, подъездах к городу и возле школ. В ближайшее время проверки продолжатся. Чтобы водители не расслаблялись, дни рейдов инспекторы ГИБДД не разглашают. Инвалид второй группы не может получить путевку в санаторий. Владимир Хаид утверждает, что в бюро медико-социальной экспертизы сделали ошибку в какой-то справке. Теперь слепнущему мужчине вместо процедур приходится вчитываться в мелкий шрифт документов. На чьей стороне правду выясняла Елена Терехова. Телефон на бумажке он совсем не видит, но номер набирает безошибочно. Эти шесть цифр жмет каждую свободную минуту. Вас при беспокоил Хаид Владимир Семенович второй раз звонил. Почему вы не даете фонду социального страхования ответ на их запрос? Положена мне путевка или нет? Звонит мужчина в бюро медико-социальной экспертизы. Там врачи каждый год его обследуют, оценивают здоровье, подтверждают инвалидность и дают справку, с которой идет в отдел соцстрахования и получают льготы, в том числе путевку в санаторий. Но в этот раз, по его мнению, самочувствие медики оценили недобросовестно. Не увидели, что пенсионеру на отдых нужен сопровождающий. Что значит сопровождающий? Ну, значит, вторую путевку. Со мной человек должен ехать, меня сопровождать. А вы раньше один ездили? Раньше один ездил. Зрение садится, говорит, на один глаз и вовсе ослеп. Всему виной травма головы, которую получил на работе. За это соцстрахование каждый месяц ему платит чуть больше 100 рублей и выделяет деньги на отдых. И столько, что называется, сколько доктор прописал. В программе реабилитации данная рекомендация не была внесена. Значит, филиалом на следующий день сделан запрос в бюро медико-социальной экспертизы об уточнении нуждаемости. Как только бюро медико-социальной экспертизы нам ответит, мы выделим ему, обеспечим его санаторно-курортным лечением в соответствии с программой реабилитации. Медики в отпуске мужчина ждет и, несмотря на плохое зрение, пишет в суд и администрацию города. От некоторых уже пришли ответы, потому теперь мужчина вместо профилактических процедур тренирует зрение самостоятельно, читает переписку с инстанциями. Елена Терехова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Нижнетагильский отдел УФМС по Свергловской области временно приостановил прием документов на оформление загранпаспортов старого образца. Спрос на них стабильно высок, а бланков не хватает. Сейчас у меня в наличии всего 14 бланков паспортов. Их у меня будут получать только те, кто выезжает, имеют основания для срочного выезда за пределы Российской Федерации. Но меня, в принципе, областное управление порадовало. Сегодня уже пришла информация, что заявка на фабрику «Гознак» поступила, заявку приняли в работу. И к концу месяца бланки поступят в наше областное управление, они начнут работать и выдавать паспорта, принимать документы. В том числе и эти же бланки поступят и к нам. Приостановка касается только паспортов старого образца. Они выдаются на 5 лет и заполняются непосредственно в отделе. Прием документов на получение биометрических паспортов нового образца ведется в плановом порядке. Срок действия этого документа 10 лет. Данные в него передаются и вносятся в Москве. Оба вида паспорта оформляются в течение месяца. Разница в стоимости услуги. Старый паспорт стоит 1000 рублей, новый – 2500. Вместо четвертей триместры сороковая и шестьдесят девятая школы перешли на новый учебный график. Теперь учиться дети будут пять недель, а отдыхать одно. Оценки тоже будут выставлять по-новому. Опыт триместра в Тагильчане переняли от столичных коллег. Приживется ли система в нашем городе и что думают об эксперименте ученики и преподаватели? Материал Александра Мешкова. Большое количество каникул поможет учиться, так думают сами ученики сороковой школы. Отличник Андрей Супов претендует на золотую медаль, готовится поступать в УПИ. За неделю, уверяет он, труднее забыть полученные знания. Каникулы просто будут раскиданы по учебному году и будет легче подготовиться к следующему триместру. Ближайшие каникулы начнутся в сороковой школе уже 8 октября. У них закончится первый период первого триместра. Всего каникул будет шесть. Летние без изменений, зимние чуть укорочены. Для младшеклассников несколько дополнительных дней отдыха. Для учителей новая система также имеет свои плюсы. Выставление оценок за триместр у нас получается не как в старой системе две оценки за полугодие, за полугодие, а потом год. А сейчас они будут получать три оценки. Для того, чтобы потом в результате не получалось спорных оценок. Общее количество учебных и неучебных дней такое же, как в других школах. Учебные планы остались почти без изменений. Систему триместра в тагильские педагоги переняли у столичных и областных коллег. Мы очень давно наблюдаем за Москвой, за Питером, за Свердловской областью, например, город Ревда, Качканар и так далее. Они давно перешли на эту систему. И в принципе все как бы положительно откликаются. Ну и решили мы вместе с 69-й школой в этом году тоже перейти на эти триместры. 40-я и 69-я школы-соседки. Их инициативу поддержало управление образования. Какие плоды принесет система триместров, будут следить учителя, администрации школ и медицинские работники. Александр Мешков, Вадим Исков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Делитесь с нами интересными новостями и получайте за это призы. Телефон редакции 4195-51. Адрес сайта tagildefiz.tv.ru. За лучшее сообщение на этой неделе набор продукции для укрепления иммунитета от магазина «Медведь». На этом у меня все. Далее новости спорта. Не переключайтесь. Продолжение следует...